Субтитры делал DimaTorzok С чего это вы меня тормознули? Добрый вечер! Добрый! Здорово! В 14-м итальян? В 14-м итальян Странно, а что вы тут стоите? А что это вы тут стоите? А я специально проводил мероприятие, по которому я вам не должен отсчитывать себя А что ж так? Мне обязанность Несмотря на все статьи Конституции там? По хрену, да все? Какие статьи Конституции? Вы бредите что ли? Нет, почему? Я работаю согласно законодательству и действующих приказов Ну ладно, давайте тогда по-научному Причина остановки Вы знаете причины остановки? Нет, выживание Поведите специальных мероприятий Я могу останавливать автомашины где угодно А когда угодно И какое у нас на данный момент специальное мероприятие проводится? Я обязанность это докладать вам Я же еще раз говорю То есть вы меня остановили просто так? Нет Почему? В период проведения специальных мероприятий Каких? Каких специальных мероприятий? Я обязанно вам говорить Позвоните дежурную часть Если дежурный сочтет Нужно Вам скажет Что за мероприятие проводится? Что-то бред какой-то А мне кажется? Здравствуйте Здравствуйте Я здравомышленный человек Ну что-то я сомневаться начинал Да Мне никогда не кажется Я уверен в себе Ну хорошо, ладно Какое мероприятие проводится? Вы можете сказать? Вы со Шкоды-то, да? Там такой товарищ у нас есть, да? Да А что, не похож? А теперь я из джипа ищу Вот он какой Северный олень Северный олень Ну что, я поехал? Нет Ну документы поделите, пожалуйста Я вас долго не сдержу Если у вас все в порядке Да у меня все в порядке Поехать Будьте любезны Не, ну у меня все-таки Правила дорожного движения еще никто не принял Никто не Замечательно Если вы сомневаетесь в том Или уверены Что я нарушаю законодательство Налешительно меня Жалобы в конце концов Ну вы же прекрасно знаете, что жалобы уходят в никуда В нашем 14-ом ателью Нет Ну потому что Я просто много смотрел Ага Ну может быть Вы просто теряете свое время Если вы нормальный человек Да Замечательно Ну скажите мне документы Что жалко что ли Ладно, давайте Вы мне говорите какая у нас операция проводится Нет Ну я не обязан докладывать Ну По секрету могу сказать Заслон Заслон От кого заслоняемся? Да не знаю У нас генерал придумывает Что вы ко мне представили? Генералы ваши что ли? 14-ом ательона Почему? У нас в 14-ом ательоне генералов нет У нас максимум подполковник А, ну да Есть там один Генерал Я извините Не знаю Ну бог с ним Ладно Да и не нужно У вас просто времени наверное очень много Полно У меня выходной Поздравляю вас Я на работе Ну так как? Насчет чего? Насчет операции Я что там заслон Заслон По секрету он сказал честно? По большому По большому Ладно У меня сегодня хорошее настроение Да у меня тоже ничего нормального Я вот наконец встретил человека Которого Держите Теперь вы и подержите в руках документы Ой спасибо Похож? Ну он что выписали полторашку да? Да Инциденты Да Там тема такая короче Сарафанов дал лживые показания Они ложные Лживые О чем я в федеральном суде Не применил Не О чем сказал? А он написал Что Дубин Андрей Валерьевич То бишь я Совершил обгон Попутного Транспортного Средства С выездом На полосу встречного движения Да И эту бумагу мне дает Мировая судья Она говорит Ну вот же Сарафанов написал Я говорю Я хочу видео приобщить Где Гаранин был второй инспектор Сказал что обгона то не было А что было? Просто выехал? Я просто уходил туда Угу Вот И все Я выехал Потом как оказалось Там видно было сантиметров на двадцать что ли Ну мне просто деваться было Вот А следующая машина Унижена фотография Она вообще по тормозам дала И изум пошла Вот А он в суде написал что я там выехал Вот А я в федеральный суд пришел Показал ему видео Он семь раз просматривал тот момент Где Гаранин говорит что обгона не было И потом читает показания Сарафанова Ага Он говорит Ну тут вообще ни о чем Ну сформулировал неправильно просто Не 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 Там формулировка была четкая и конкретная Со слов сотрудник Сарафанова Так то так Бумага то у меня они все есть Да ладно Это Андрей Валерьевич Машина то ваша? Машина естественная Можем смотреть Да ради бога Да я тоже А Машина хорошая я вижу Ладно Можешь да? Да А че? Ну че приятно Ну Я лично рад за людей Которые Хорошие машины А че правда говорят с 24 числа доверенности отменят? Ну я в интернете смотрел Вот Ну Не знаю Ну отменят Отменят Мы люди подневольные Скажут не надо Значит не надо Уберут из 2 1 1 Значит убрали Все Хорошо Правильно? Да Тут ситуация такая Он не прав И так нельзя Ну возможно я просто не был свидетелем Вот Ну был свидетелем Ну я просматриваю Вот Кадры из ютуба Вы снимаете там другие водители Значит я потерю времени честно Ну понимаете в чем дело Вот Вы же привыкли работать по старинке Как? Ну когда на взломах палочки машина останавливается там и все обязаны показать А жизнь то меняется Народ то умнее становится Понимаете Вот То что вам сверху ваши подполковники дают указания Ну Генералы Не Не Ну хорошо пускай будут генералы Ну это же все бред Ну поверьте Не Бред не бред Понимаете Я Я вам честно Как вас получилось? Сергей Александрович Сергей Александрович Смотрите ситуация такая Я в принципе Очень даже рад Что к нам На поселок Джеймского кирпичного завода Приезжают сотрудники ДПС Только по одной причине Знаете сколько пьяний летом катается? Реально Вот эти вот Рычащие шестерки Рычащие копейки непонятные Я их часто не беру в эту машину Нам не всегда Бывает Время заехать Понимаете? Вот Мы люди Мы по земле ходим Мы оформлять ДТП Мы только допустим Приехали к вам на поселок Мне кричат там Ехать туда Вот Я не против Ради бога И вот Меня сотрудник конечно Тормознул Возле спортивной секции Ребенка отвозил А вот Конечно Вот И я говорю Он говорит Я уже вижу что вы сейчас будете спрашивать Я говорю не буду я спрашивать Он так удивленно смотрит А почему? Я говорю поймите Я говорю У меня машина стоит не 2 копейки Если мне сейчас дадут по голове А преступник проедет Пристегнутый и все Его не тормознут Ну в принципе это неправильно Понимаете я работаю давно Я вам немножко объясню Работаю давно Я еще начинал в ГАИ Вот А сейчас что? ГИБДД А ну господи да Был милиционером Сейчас полицейский Вот Немцы в городе Ну не крыло вопросов В основном то есть Остались те же Потому что Знаете Поговорка такая Новая Это хорошо забыть Старая И эти методы Эффективнее Вот и все Ну в принципе я с вами соглашусь Только Понимаете Я вам скажу Вы начинаете Это долдонит одно Вы превысили его скорость А он на камеру долдонил У него камера висела Да Ну и смысл Вот Ну если он не может ни хрена То к чему я отпустить человека Да он не обязан бы его носить то сделать Ну почему же нет то А вы нарушили пункт 2.1.1 Не передали документы Не передали Это однозначно И потом Ситуация такая Машина стоящая Я мог бы в принципе просто проехать И даже не останавливаться Объясню почему Стоит десятка У них по моему была Стоит десятка Я не знаю Она без габаритов без люстры В темноте Потому что там тогда еще свет нагорел А вот здесь вот на въезде Вот И он Выпадает из машины И благо что вот у меня фары горят Он палкой махнул Я увидал Палку хоть включать надо Бывает да Вот Ну так что Если его просто вынимать Нормальный До 5 человек Ладно Я поехал Меня ждет водка Да ладно Я же еду на день рождения Серьезно? Да у меня племянник Хорошо отдохнуть Спасибо До свидания Будьте здоровы В принципе нормальный дядька Так что В принципе Я не знаю Ладно Я уже залез. Но я хотел же Я затяжка Я без моих Я не хотел Я не хотел Как чуть-чуть Я загружаю Я сделал Я говорю Не отвлекаю Короче, сейчас тормознул меня сотрудник Вот Тормознул меня сотрудник Прям вот на поселке Он говорит, хоть посмотреть На человека, про которого все говорят Ну сейчас я ролик выложу А вот еще одни стоят Что-то их там сегодня много Но это, наверное, не остановит У меня он сыт стоит Стоят, короче А, они вон, аку поймали без номеров какой-то О, Сергей Николаевич, у меня сегодня рыбный день Давно такого не было Ладно, сейчас попью водочки Я на день рождения еду Смонтирую видео, будете смотреть Вот Давайте выздоравливаться Денька на чего нам нужны Давай, пока Извини, что-то беспокойно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому